Я искал адвоката, чтобы подать в суд. И я рассылал адвокатам материалы. И вот в ПАДе узнали об этом. Ну, в принципе-то я всегда все публиковал и копии там рассылал всем, кому не... Ну, и в общем, они меня позвали и сказали, что они по поручению с Офи со мной беседуют. И выпытали у меня имя адвоката, у кого было мое дублинское дело. По Дублину, потому что моя первая страна Польша. И, конечно, она заваливала, как могла это дело. Ну, в общем, я уже сам там выкрутился. Вопреки адвокату, вопреки всем. Честно говоря, в Европе я не встречал ни одного адвоката, который бы честно защищал клиента, беженца. Видимо, только платные адвокаты и то те адвокаты, которые дорожат репутацией. Они вот могут быть честными. А вот эти мрази, сама даже полностью адвокатская контора Страсбурга, в списке преступлений против меня, как против беженца, там внизу вот эти ссылки, можно найти и о ней, об этой адвокатской конторе. Ну, и я думаю, что нужно написать отдельный текст по пади. Вот. И, в общем, они выпытали у меня имя этого адвоката. И что же произошло далее? Далее этот адвокат, у нее там есть подружка, ну, сотрудница. Там у них, они снимают квартиру, и там несколько адвокатов они совместно снимают. Ну, типа бюро адвокатского, своего маленького. И вот ее подружка, она захватывает мое дело, они подделывают лист, берут от моего старого заявления на адвокатскую помощь. Ну, тут устроено так, что я пишу в суд высокой инстанции Страсбурга, сейчас это дворец юстиции, по-моему, заявление на юридическую помощь. И они, если они одобряют его, я могу сам вписать адвоката, они могут случайного адвоката подобрать, любого там, из адвокатской палаты или вообще любого. И суд им, адвокату оплачивают, ну, по-моему, около полторы тысячи евро за работу. Они взяли с моего старого заявления листик с моей подписью, переделали дату и приложили к новому заявлению, которое якобы от моего имени. Вот это адвокатша подала, я уже забыл, как ее даже зовут. Но я никогда ее даже не видел, я никогда с ней не разговаривал, я даже не знаю, кто она такая. И она уже по факту прислала мне свое обращение в суд о протестовании против решения Офи лишить меня пособия, но сделала это против моих интересов. То есть она там написала, что мне якобы нравится жить в палатке, что якобы мне этого пособия даже и не надо. Ну, все документы опубликованы, можно почитать. И там и перевод с французского тоже есть. Так или иначе, ПАДА все это организовала. В ПАДе смогли выпытать имя адвоката, которого я нанимал. Хотя это все дурацкий, потому что у меня все опубликовано. Но, видимо, это непривычно людям, что кто-то все опубликует, поэтому они все равно, вот они меня пригласили, выпытали меня, что же за адвокат. И потом они с ним связались. И этот адвокат украл, захватил мое дело. Конечно, я все это потом пытался обратить внимание прокурора, министерства юстиции, судов этих, где они тоже частично функции прокуратуры выполняют, суды. Никто не заинтересовался, потому что, ну вот, потому что беззаконие фундаментальное такое. Да, и, кстати, когда недавно грубо выслали, незаконно выслали 300, ну, много афганских беженцев обратно в Болгарию. А Болгария, она не подписывала соглашение, обратно в Афганистан их отправит. Вот эта адвокатская палата, она как бы заступилась за них. Вот поругала префектуру. Но все это напускное. Кто бы знал, что они творят втихую. Ладно, я отвлекаюсь от пада, так я и всех затрону их. И вот, ну, вот первые мои дни. Пришел я в пада, они дали мне, уже на третий раз, когда я пришел, то есть они оттягивали специально. Вот в префектуре так же делали, когда нужно было продлять мою бумажку, там, аттестат просителя убежища. Они два раза его теряли, ну, в общем, заставляли мне несколько раз ходить из леса, ну, на изматывание. В надежде, что я, может быть, уеду куда-нибудь в другой регион Франции. Когда я пришел там уже в третий раз, мне дали формуляр, и я его заполнил. Вот. И через какое-то время мне выдали карточку банковскую.